Добрый день дорогие друзья! Вы смотрите программу в центре внимания в студии Владос Дедонис. Как же много людей мечтает побывать во Франции, да что там во Франции, не только, вообще в целом увидеть мир и увидеть своими глазами, как живут люди. Но пока для многих это только мечта, а вот наша сегодняшняя гостья побывала и во Франции, и в Сербии. У нас сегодня в гостях доцент кафедры романа германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко. Ольга, добрый день! Здравствуйте! Ну, во-первых, я с легкой завистью хочу спросить, это была только Сербия и Франция? Больше никуда не заезжали? Нет, и это была предостаточно интересная и насыщенная поездка, да, это была только. А какова цель была вашей поездки? Ну, прежде всего я ехала в Сербию, конечно, по приглашению коллег. Это учителя французского языка в Сербии, которые организовывали, ассоциация учителей французского языка в Сербии, организовывали курсы повышения квалификации для учителей школ из разных городов, которые съехали из Белград на два дня для того, чтобы пройти курсы повышения квалификации. И так называемый зимний университет, он был организован этой ассоциацией при поддержке французского посольства в Сербии. И это были мастер-классы, в основном мастер-классы по вопросам преподавания французского языка. Что именно за мастер-классы, как они проходили? Мне просто вот интересно, то есть приезжает человек из Благовещенска в Сербию обучать людей, как правильно преподавать французский язык? Не то чтобы как правильно, мы все знаем прекрасно, как правильно, но это безусловно очень ценный обмен опытом. У меня есть определенный опыт уже в работе, в методике преподавания, в преподавании. И, конечно же, я поделилась опытом, который мне удалось накопить через преподавание, через исследование работ коллег и профессионалов Франции, например. И, естественно, проходя подобные курсы сама, я примерно знала, что будет интересно учителям и что можно было бы непосредственно на своих занятиях им потом в будущем применять. Поэтому мне хотелось, чтобы это были какие-то интересные интерактивные методы работы. И это те виды работы, которые можно применять наиболее каких-то сложных, в сложных моментах. То есть, например, изучение грамматики. Грамматика – это всегда скучно, это всегда нелегко. Это всегда очень сложно. Да, и поэтому я постаралась найти и собрать из разных источников для коллег такие виды игры какие-то, интерактивные методы, чтобы можно было бы использовать где-то в конце урока, в середине, чтобы и повысить мотивацию, и внимание детей привлечь, повторить что-то. Но интерактивы – это всегда действие. Это всегда, да. И плюс очень важно было, что все эти виды работ мы проигрывали, они были моими учениками, я была бы как будто их учитель. И они все это проигрывали в виде, в роли учеников. И, конечно же, все просили потом у меня все эти материалы. Я все материалы предоставила с большим удовольствием, потому что принимали и принимали участие очень с большим энтузиазмом, с интересом, с юмором. И атмосфера на занятиях была очень доброжелательной. Ольга, а если не секрет, какой стаж вот этого опыта? Сколько лет вы уже в преподавании? Ну, в преподавании я, наверное, так, я с 1998 года, посчитайте сколько. Ну, уже достойно. Да, ну, я в БГПУ работаю 20 лет, 21, да, уже. Вот. Ну, и вот этот вот опыт мне удалось как-то вот… И, пользуясь этим опытом, удалось собрать самое интересное для того, чтобы… Ну, вот вы сказали, что они очень активно участвовали, реагировали. Как принимали? А принимали? Я просто почему хочу спросить, потому что, ну, в последнее время мне очень интересно, как относятся к русским там? Ну, мне кажется, что отношение к россиянам в Сербии, оно не поменялось, ни в связи с чем. Всегда мы были очень близки, наши народы были, мы никак не иначе, как братья друг друга не называем. Абсолютно точно. Нас связывает общность языков, я понимала многое, что написано, что слушаю, что слышу в речи, нас объединяет религия, и, конечно, меня принимали очень радушно, и настолько насыщенно были встречи все, да, и профессиональные, и личностные. Меня просили говорить по-русски, подходили, говорили, а меня зовут Наташа, потому что моя мама любила в честь произведения Льва Толстого «Война и мир», а меня Аня зовут, потому что моя мама прочитала Анну Каренину, а поговорите со мной по-русски. И, в общем, а у меня дедушка был учителем русского языка, и меня назвали Ирина. И, то есть, вот это было настолько приятно всегда. Ольга, вот понятно про Сербию, потому что это наши братья, наши народы всегда дружили. А вот во Франции? Ну, во Францию я заехала, конечно, уже в качестве туриста. Только для себя? Для себя, потому что у меня были встречи профессиональные, я бы сказала, да. То есть, я встретилась и с теми коллегами, с которыми мы сейчас сотрудничаем, по организации тренировочных сессий французского языка, как иностранного. Но это была дружеская встреча, хотя хотелось увидеться, потому что не виделись до этого. Вот. И, конечно, большей частью мне хотелось вновь увидеть Париж, потому что долго его не видела, три с половиной года в связи с ковидом, другими кризисами. Вот. И вот мечта сбылась. Но во Франции много русских сейчас? Ну, я думаю, что русскую речь я слышала везде практически, и в магазинах, и на тротуарах, и в метро. То есть, я думаю, что они как были русские, так и остались, и туристы. Просто ходит общее мнение, что сейчас попасть в Европу довольно-таки сложно. Ну, сложнее, чем раньше, в связи с тем, что нет прямых рейсов теперь. Ну, и визы чуть-чуть, может быть, подольше, посложнее получать. Но их по-прежнему выдают, проблем нет, и их выдают... То есть, просто занимает чуть больше времени, да? Возможно, и финансовые затраты чуть-чуть. Ну, это понятное дело, конечно. Я знаю, Ольга, что вы вошли, если я не ошибаюсь, года два назад, да, вы стали победить, одной из победительниц конкурса «Золотые имена» высшей школы. Звучит очень значимо, знаете. Мне просто интересно, что это дает преподавателю, что это дает вам. Ну, этот конкурс был организован, я бы сказал, в общем, лигой, да, преподавателей высшей школы. И это тоже общественная организация, то есть, это профессионалы с разных высших учебных заведений. Высшие профессионалы, я бы сказала, потому что с тех пор, как мне удалось выиграть в этом конкурсе, мы вошли, сделали Амурское, организовали Амурское отделение этой лиги и участвуем в проектах, которые они сейчас реализуют. А эти проекты, они объединяют коллег с разных университетов России. А это очень большие, интереснейшие возможности. Нам предлагают, во-первых, стать экспертами в оценке уже будущих кандидатов на этот конкурс. Я была экспертом, теперь уже принимала участие в отборе кандидатов. Нам предлагают принимать участие в создании учебников. Это очень интересно, это престижно, это важная оценка моей работы, и это очень приятно. Ольга, я не могу не спросить, почему французский? Давайте не так, я спрошу. Некогда в России действительно был невероятно популярен французский язык, мы все разговаривали на нем. Но а сейчас, насколько популяризация французского языка в нашей стране двигается, не двигается, стоит на месте? И почему вы, собственно, выбрали именно французский язык? Ну-ка, почему я выбрала французский, я могу об этом долго говорить, формат передачи он не позволит. Это, в общем, выбор судьбы был, и, честно сказать, это просто случайно произошло. Когда я поступала в университет, это были тяжелые перестроечные годы, и вот так вот кривая вывела. Я очень счастлива, что я связала свою жизнь с французским языком. Это такой язык в нашей области, да, столь удаленный от франкоязычных стран, что либо с ним остаешься и на всю жизнь, либо его близко не касаешься особо. Поэтому он стал моей жизнью, и все, что связано с преподаванием, и с распространением этого языка, потому что я его очень люблю, и мне хочется, чтобы его изучали как можно больше. Сегодня он имеет свое место, я бы сказала, в качестве второго иностранного языка, естественно, после английского языка. И сегодня, как и прежде, ну, наверное, можно говорить о том, что раньше это был язык элиты, да, образованных людей. Сегодня можно тоже говорить о том, что это не является языком, который выбирают массово, да, его выбирают чаще всего те, кто любит европейскую культуру, европейские языки, то есть потому что, ну, по-прежнему, изучение китайского – это совершенно иной мир. Ну, конечно. Вот, поэтому по-прежнему есть те, кто его выбирают. Но французский – это не самый сложный язык. Ну, он чуть-чуть посложнее английского, но, конечно же, он легче китайского. А вы можете прямо сейчас на французском языке пожелать благовещенцам учить языки, потому что они обязательно пригодятся когда-нибудь в путешествиях, ну, и, конечно, пожелать им здоровья, и все, в основном, замечательно. Мои хорошие друзья, я желаю вам все лучшее, и я вам советую вам обучать язык элиты, потому что это ваша ключа для успеха, для успеха и для счастья. Я все-таки вновь убеждаюсь в том, что французский язык действительно один из самых красивых языков на свете. Спасибо вам, Ольга, огромное. Я желаю вам почаще вот таких вот замечательных путешествий, потому что, ну, мир, он для того и существует, чтобы его узнавать снова и снова и снова. Спасибо огромное. Друзья мои, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был доцент кафедры романа германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко. Учите языки, они вам обязательно пригодятся. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова